Стоматология доктора Тимофеева. Авторские методики лечения. Уникальные виды протезирования. Пушкина 50. При резкой смене часового пояса после длительного авиаперелёта у нас нарушаются биологические ритмы. Это сонно-бодрствование, а также происходят изменения практически во всех системах организма. Во-первых, это сбой в эндокринной системе, усиливается выработка гормонов надпочечников, таких как адреналин. Организм переходит на более энергоёмкий путь функционирования, поэтому расщепляются жиры в этой ситуации. В организме увеличивается количество продуктов перекисного окисления, что является факторами старения организма. Увеличивается выработка инсулина. Также смена часовых поясов непосредственно может привести к таким проявлениям, как головные боли, головокружение, слабость, тревога, пониженная работоспособность, учащённое сердцебиение, учащение частоты дыхания, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, что может проявляться либо рвотой, жидким стулом, боли в животе и так далее. Поэтому, как звучит вопрос наш, чтобы минимизировать эти явления, что рекомендуется? Значит, нужно учитывать, куда человек летит. Как правило, было установлено, что перелёт на восток переносится хуже, чем перелёт на запад, потому что организму проще работать более в замедленном темпе, чем в ускоренном темпе, потому что происходит срыв адаптационных каких-то механизмов. Поэтому лучше, если вы летите на восток, выбирать вечерние часы или ночные часы перелёта. Если вы летите на запад, тогда утренние или дневные часы. Если вы летите на восток, то рекомендуется за 3-5 дней до перелёта ложиться на 1 час раньше. А если вы летите на запад, тогда рекомендуется ложиться спать на 1 час позже. И ещё учитывать, какие биологические ритмы, какие биологические часы именно в том месте, куда вы летите. Если в том месте ночь, то желательно поспать. Если утро или день, даже если вы очень хотите спать, желательно воздержаться. Редактор субтитров А.Семкин